Добрый день, уважаемые зрители! В данный момент состоится неформальная встреча с руководством Бюро НДТ, а также руководителями разработанных справочников по и наилучшим доступным технологиям, в рамках которого будут даны ответы на интересующие вас вопросы. Добрый день, уважаемый Ирланд Геевич, уважаемые коллеги! На данной площадке хотелось бы предложить вам осветить результаты, проводимые Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов, работы в части внедрения наилучшим доступным техникам и технологиям в промышленность Республики Казахстан. Добрый день! Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов совместно с Министерством экологии, геологии, природных ресурсов Республики Казахстан проводит масштабную работу по переходу промышленности на принципы НДТ, целью которой является снижение антропогенной нагрузки на объекты окружающей среды. Сейчас мы с вами говорим, Ирланд Геевич, о тренде последнего десятилетия, верно понимаю? То есть об изменении сознания общественности путем ее экологизации, а также реновации экологической политики нашей республики. Можете поподробнее рассказать о проводимой вами работе в этом направлении? Государство с вступлением нового экологического кодекса предъявляет промышленности высокие экологические стандарты. НДТ – это наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их расширения, которые нацелены на минимизацию воздействия на объекты окружающей среды. Разработка справочников НДТ предшествует получению комплексных экологических разрешений, которые обязательны для вновь вводимых объектов и для реконструируемых. При этом для действующих объектов первой категории данный переход является добровольным. Вместе с тем, сопутствующим законопроектом НДК РК РК РФ предусмотрено стимулирование, заключающееся в освобождении от платежей за загрязнение окружающей среды лиц, получивших комплексные экологические разрешения. В то же время, с 1 января 2025 года и каждые последующие 3 года предусматривается повышение ставок платы в 2, 4 и 8 раз для объектов первой категории топ-50, являющихся основными загрязнителями окружающей среды. Переход на принципы НДТ цикличный и разбит на 4 стадии. То есть это предварительное проведение КТА, последующий, разработка и артуализация справочников НДТ. Далее производится мониторинг внедрения НДТ. И завершающим является анализ результата внедрения. Перед Международным Центром Зеленых Технологий и Инновационных Проектов поставлены амминиционные задачи до 1 июля 2023 года разработать для топ-50 предприятий первой категории справочники по НДТ, которые охватывают основные отрасли промышленности с высоким отропоренным воздействием. Прогнозный срок, оцененный международными экспертами, по достижению приближенных к европейским выбросам показателей загрязняющих веществ, определен как 2035-й. Процесс внедрения НДТ – это не только лишь природоохранная деятельность, а инструмент, способный решить целый ряд экологоэкономических задач, способствующий автоматизации основных производственных процессов, развитию науки, технического и технологического прогресса, транспарентности промышленности перед государством и обществом, направленный на импортозамещение и создание новых рабочих мест. В настоящее время с участием представителей промышленности, науки и общественности, национальных и международных экспертов, в рамках реализации бюджетной программы по заданию Министерства экологии и геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, центром разработаны 4 вертикальных отраслевых справочника по НДТ и при поддержке германского общества ГИС справочник НДТ по энергоэффективности. Более детальную информацию представят мои коллеги, руководители справочников НДТ. Благодарю вас, Ирланд Геевич, за познавательный ответ исчерпывающий. Действительно, хотелось бы больше уточнить, чтобы руководители справочников рассказали поподробнее о проводимой ими работы. В этой связи, Камеджан Кадырич, вот только что беседу с руководителем бюро НДТ, Ирланд Геевичем, нам стал понятен общий механизм. Что такое НДТ, для чего он нужен, в общем, куда движется Республика Казахстан в этом направлении. Насколько я знаю, вы являетесь руководителем двух справочников. Производство цемента извести и производство неорганических химических веществ. Поэтому хотелось бы попросить вас более подробнее рассказать о проделанной вами и вашими коллегами работы в этом направлении. К примеру, какие основные источники выбросов от производства цемента извести и какова доля их от общего количества выбросов в данном производстве? Здравствуйте! Спасибо за вопрос. По разработке справочника по наилучшим доступным техникам производства цемента извести. Основными источниками выброса на предприятиях производства цемента извести являются печи обжига. Тоже место имеют неорганизованные источники выбросов в атмосферу в процессе транспортировки, складирования или помола сырья. Основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на организованные источники выбросов с уходящими газами печных систем через дымовые трубы. Это более 99% от общего количества выбросов. В их числе диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода и неорганическая пыль. Отлично! То есть, условно, зная технологию производства, можно предположить, что для каждого производства существуют определенные пороги, превышение которых недопустимо. Так, по какому принципу были установлены пороги для маркерных веществ данного производства? Справочник по НДТ в целом, а также уровни выброса и соответствующие НДТ были адаптированы к условиям и производственным особенностям Республики Казахстан в соответствии с требованиями нового экологического кодекса. Установленные же пороги и значения выбросов в справочнике по НДТ соответствуют международным нормам, согласно значениям в справочниках Европейского Союза 2013 года. То есть, мы имеем дело с мировым опытом, да, скажем так. Учитывая опыт западных стран, топ, скажем так, да, в этом направлении, каково прогнозное сокращение выбросов загрязняющих веществ при переходе наших предприятий, нашей промышленности на комплексные экологические разрешения? И можете озвучить, пожалуйста, приблизительные затраты для данного перехода? Прогнозное сокращение выбросов загрязняющих веществ при переходе предприятий, производящих цемент и известь, участвовавших в комплексном технологическом аудите на НДТ, составит более 12 тысяч тонн в год, или же сокращение на 35% с текущими уровнями. Затраты на внедрение НДТ по газопылеочистке для существующих технологических линий и реконструкции действующего оборудования прогнозно составят более 39 миллиардов тенге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова